Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Я был выращен в семье, где было много любви, в доме, и в методистской такой семье, методисты, а я хотел испытать больше и почувствовать больше, пережить. Они не могли, к сожалению, этого дать мне. И когда мне было 14, я начал увлекаться наркотиками. И когда мне было 22, я был сотни миль от своего дома, в доме, где наркоманы были, потерянный, и я направлялся в ад. Но Бог не сдался по поводу меня. Он послал людей в этот дом, где были наркоманы. Они начали помазывать елеем мою одежду и молиться за меня. И неделю спустя я отдал свою жизнь Иисусу. И потом все началось. Я отдал все. И у меня не было ничего. И когда я пришел к Нему, покаялся, я сказал, Господь, у меня нет ничего. И Бог сказал, хорошо, я тебя беру. И я искренне верю в это со всем своим сердцем. Бог любит брать ничто и сотворить из этого что-то. Если вы здесь находитесь, в этой комнате, и говорите, Господь, у меня нет ничего. Бог говорит, я беру тебя. И Он сотворит что-то из этого. И я находился все еще в том доме с наркоманами. Бог не позволил мне сразу покинуть это место. И я говорил, Господь, я хочу познать истину. Я хочу знать истину. И через дорогу от этого наркоманского притона был пожилой человек и он проповедовал Евангелие 66 лет. И он молился, Господь, пошли мне еще одного. Кому я могу излить свою жизнь. Это был не пожилой человек, это была пожилая женщина. И она пришла ко мне. И она сказала мне, «Во, я вижу, ты лежишь вот на своей постели и взываешь к Богу об истине». И она сказала, вот иди на улицу, и там вот есть один старый человек, который молится, он ждет тебя. Он тебя научит. И когда я пришел в то место, где сидел этот пожилой человек, и ему уже тогда было 79, и в течение всей своей жизни он стал таким молитвенным воином, что он молился по 10 часов в день. И когда я пришел в то место, где он был в тот дом, было очень сильное присутствие явное. И первый раз в жизни я испытал, как Дух Святой говорит внутрь меня голосом. И я осознал, что я произношу то, что Дух Святой говорит внутрь меня. И я проговорил этому старцу, «Я буду с тобой, пока ты не умрешь». И я позабочусь о твоей Библии. Я буду служить тебе. И я про себя подумал, «Боже, что ты такое говоришь?» Но я просто слышал, что Дух Святой внутрь говорит мне это. И 10 лет я просидел с этим стариком у его ног. И он учил меня, он молился надо мной. И по истечению этих 10 лет мы проповедовали в двух разных городах. И его жена мне позвонила и говорит, «Он хочет, чтобы ты приехал». И он сказал, «Сегодня утром я тебя буду учить, как жить, и сегодня вечером я буду учить, как умирать». Поймите, он молился так много, что, можно сказать, он знал Бога. И у него был друг, который тоже знал Бога. Он был с Англии. И у него были друзья по всему миру. За шесть месяцев до этого дня он получил письмо от одного из своих друзей. И в письме писалось, «Я вижу, как ты идешь к Иисусу на небеса». И прочти это, как на твоих похоронах. Это вот так близко они ходили с Богом. Они знали, когда они уйдут, когда они придут. И это был тот день, настал. Я привез его в больницу. И ему было почти 90. И они подключили его ко всем мониторам и датчикам. И они сказали, «Это невероятно, но его сердце, оно взорвано, его как нету больше». И последний год жизни он прожил слепым, без зрения. И он спросил в больнице, «Тут ли ты мой сын?» И я ответил ему, «Да, я здесь». И он сказал, «Пока их всех, помолись, поделись Писанием». И три дня он лежал там. Он продолжал дышать, но врачи говорили, «Это невозможно, у него сердце отсутствует». Нет. И в конце этих трех дней он опять спросил, «Здесь ли ты?» И я ответил, «Здесь». И он сказал, «Ангел пришел забрать меня». И его жена, она смеялась, она радовалась. Она спрашивала, «Где же эти ангелы?» Он говорит, «Один с одной стороны, другой с другой стороны». И он сказал, «Обними меня». «Я ухожу домой». И он ушел домой. И, знаете, через это Бог показал мне Бог очень много. Как близко вы на самом деле хотите быть с Богом? Вы на самом деле хотите знать Его? Вы на самом деле хотите слышать, что говорит Господь? Ходатайство. Это вопрос того, что говорит Господь. Что делает Господь. Это все вопрос о Нем. И эту неделю мы с вами будем путешествовать. И я надеюсь, что к концу недели ваше сердце будет гореть по ходатайству. Чтобы вы горели быть с Ним. Чтобы вы просто ухватились за огонь. Чтобы вы почувствовали огонь Божий. Аминь. Потому что он реален. Он очень реален. И я очень верю, вы сможете иметь столько, сколько вы захотите. И вопрос, вы на него должны дать ответ. Как много я хочу получить? Хочу я все, что Бог имеет для меня? Или я хочу что-то? Немножко. Вы должны ответить на этот вопрос. Аллилуйя. И я оставался в том наркоманском притоне один год. И молился. И искал его. И он просто схватил меня. Он меня выхватил из наркотиков, из того стиля жизни, который я вел. И он позволил мне быть свидетелем. Он дал мне силу. Он дает вам силу быть свидетелем. Бог снаряжает вас силой, чтобы вы были ему свидетелями. И я верю, что вы можете иметь столько силы, сколько вы нуждаетесь, сколько вам необходимо для каждой ситуации. И Бог начал вводить меня в разные страны. Моя первая страна была Хейти. Что? Хейти. Вы знаете это? Хейти? Нет. Это не очень плохая страна в Восточном сфере. Хейти. Хейти. Х-A-I-T-I. Ну, нет. Это Асия. Америка. Белая Америка. Это недалеко от Америки остров. Это остров, где было 1 миллион индийцев. Было 1 миллион индейцев на этом острове. И за 100 лет были уничтожены все индейцы. Потому что французы и испанцы, когда пытались захватить этот остров, они захватили и погубили всех индейцев. И потом они африканцев завозили как рабов на этот остров. И они порабощали африканцев. Африканцы, они занимались колдовством. И они были расселены по всему острову и провозгласили этот остров, посвятили его дьяволу. Если вы будете смотреть на карту Америки, и остров есть недалеко от Майами, прямо снизу на карте, он называется Хети. И моя первая миссия, это было поехать на этот остров, который был посвящен дьяволу. А Бог сделал очень много вещей в моей жизни. Короче, в такие места нельзя приехать, если тебя Бог не послал. Ты не можешь попасть на такой остров с конспектом из воскресной школы и сказать «Привет, ребята, я хочу вам рассказать о Боге». Они просто убьют вас. И я сказал «Господь, что ты хочешь, чтобы я делал?» Я должен был молиться, я должен был ходатайствовать. И он дал мне, послал мне одного молодого человека на этом острове. И он любил Иисуса. И я сказал «Слушай, ты будешь начинать церковь, молодой человек». И он начал видеть видения и сны. И он увидел сон ночью, силуэт горы. А на этом острове много было гор. Он проснулся, взял свою Библию. Он взял газолин. Бензин в бутылку налил. Он взял спички. И он ходил часами, пока не увидел вот этот изгиб горы, который он видел во сне. И на каждой горе были свои колдуны. И он спрашивал, так, где же колдун, который за эту гору отвечает? И он проповедовал ему Евангелие. Колдун спасся. И он сказал тогда «Принесите все, чем вы занимались в колдовстве, что принимало участие». Он вылил бензин на это. И он им сказал «Поджигайте». И это произошло 11 раз. И на 11 горе у него 11 церквей. И сейчас на каждой горе из этих 11 есть церковь. И теперь он как апостол там, и там сотни людей спасенных. Но это заняло время ходатайства. Аминь? Я вас к экстриму готовлю. Потому что если вы собираетесь делать работу Божью, вам придется сражаться с дьяволом. Все очень просто. Очень-очень просто. Потом Господь повел меня в Индию. Шесть лет я был в Индии. Индия имеет 300 миллионов богов. 300 миллионов богов. В Индии, если всех перечислять, божеств. 300 миллионов богов. Я так и сказала. 300 миллионов богов. И ты можешь просто задуматься, как можно иметь такое количество божеств? Когда ты пытаешься проповедовать в Индии, ты сражаешься с дьяволом каждый день. Каждый день ты изгоняешь демона. Очень хорошее место для практики. Хотите попрактиковать в Индию? Я учил то, чему буду учить и вас в Индии. За шесть лет я научил 120 тысяч студентов. И однажды, когда я заканчивал класс, и мы послали студентов в джунгли. И мы сказали, идите в джунгли, найдите какого-нибудь с болезнями, принесите, приведите его, и мы будем молиться за больных. Мы послали их за два часа до того, как мы прибыли. Когда мы приехали, студенты начали выбегать из джунглей. И они сказали, ты учил нас о ходатайстве. И ты учил нас, что мы должны исцелять больных. Открывать слепые глаза. Чтобы хромые начали ходить, глухие начали слышать. и воскрешать мертвых. И вот, слушай, мы прошли сквозь эти джунгли, и мы попали на похороны. Мы начали молиться за умершего, чтобы он воскрес. И мы молились, молились, прям как ты нас учил. И ничего не произошло. И они сказали, можешь ли ты пойти на те похороны и научить нас, как это делать правильно. И был один мой соработник, и он спросил, ну, что ты на это смотришь, как ты думаешь? И я подумал, у нас шанс 50 на 50. Или он воскреснет, или останется мертвым. 50 на 50. Давайте попытаемся. И мы пошли попытаться. И мы начали молиться. И мой сын был со мной. И после двух-трех минут молитвы, мы решили проверить пульс. В этой части Индии надо было тело хранить за 24 часа. Они просто захоранивают тела, недолго хранят из-за жары, из-за погодных условий. И этот человек уже был мертв 16 часов. Они посыпали его всеми специями, как положено. Много людей плакало, и некоторые из людей приехали вообще с других сторон Индии, чтобы попасть на эти похороны. И тут мы явились и молим, чтобы он воскрес из мертвых, а уже темнело. Мы проверяем пульс. И мой сын говорит, по-моему, я чувствую пульс. Мы начали молиться громче. Молились вы за кого-то, и люди начинали вокруг молиться громче? Мы громко молились. И больше начали молиться. А потом открылись его глаза. И я сказал, скажите ему сказать Иисус, а то он снова умрет. Потому что вы даже не представляете, что сейчас будет происходить. Понятия не имеете. Этот человек воскрес, сел, начал пить, начал пить молоко. Да. А люди начали просто вокруг безумствовать, и родственники его, они вообще сказали, мы колдуны. И они потратили 12 часов, чтобы прибыть на его похороны, а вот он ожил. И они потратили свое время. И у этого воскресшего или у какого-то из его родственников была девочка. И они сказали, вот, слушай, тут вот девочка полна бесов. И она каталась по земле, и то в огонь вкатывалась, то выкатывалась из него. И я положил свои руки и помолился за нее. И запретил дьяволу. Она села на свои колени и стала поклоняться Богу на английском. И я говорю, о, она говорит на английском. А они сказали, нет, она не знает английского языка. Она говорит на языках. На юге Индии, туда, куда дошел Лука, Лука дошел до юга Индии. И людей, когда там накрывают Духом Святым, и большинство из них начинают говорить на языках, они чаще всего говорят на английском. И тут вот внук, получается, ее сын видит, что мама говорит на английском. И он упал и отдал свою жизнь Иисусу. Три поколения. Дедушка, дочка и внук. Все спаслись. Ну, мертвый, который я жил, дочь и внук. Аминь. Бог может сделать абсолютно все, что угодно. Аминь. Он может изменить любые обстоятельства. Он может перевернуть все вокруг. Но как он это делает? Мой первый вопрос к вам в этом классе. Есть ли нужда, необходимость в молитве? И большинство ответит, конечно. Ты должен молиться. Все верят, что все должны молиться. Но я верю, что Господь хочет, чтобы мы знали, почему мы должны возносить молитвы. Потому что это означает что-то. И это не просто ритуал, это не просто произношение каких-то молитв. Многих людей я встречал в Америке, они посещают молитвенные собрания. А мне интересно, вообще по-настоящему они верят в то, что они делают? В то, что они делают? Потому что молитва она меняет вещи вокруг. И если мы понимаем это и верим в это, тогда вы увидите движение гор. И это принесет определенную радость в вашу жизнь. И я хочу обратиться к Библии и посмотреть, что Писание нам говорит. И мы с вами обратимся к самому началу. Чарльз Уэсли говорил вот что. Бог ничего не делает на земле, кроме того, как отвечает на молитвы. Он двигает горы, Он двигает землю по молитвам. Можно задать вопрос, что Божья воля, она автоматическая? Или воля Божья происходит в тот момент, когда мы молимся? Один человек сказал вот как. Молитва заставляет нас идти к Богу, приближаться к Нему. Другой человек сказал, через молитву мы учимся, как управлять и как царствовать здесь. Или как подготовиться к царствованию в будущей жизни, в вечности. Если вы записываете, ключевое слово на наш первый урок будет звучать как представление. Мы как будто мы представляем кого-то. И это ключевое слово, которое мы будем разбирать. не многие христиане понимают, что решение, которое Бог принимает, делает его зависимым от человека. и нам необходимо с вами это понимать, что Господь использует людей. Потому что мы можем сказать что Бог все-соверен, Он все-соверен, Он все-соверен, Он все-соверен. Да, с одной стороны мы можем сказать, Господь, Он суверенный Бог, у Него вся сила, вся власть, Он всемогущий. Он может сделать что угодно и когда угодно. Он безлимитный. Он все может делать. Но тогда это несет неправильное представление, почему Бог поместил нас сюда, на эту землю. И Божья суверенность для многих людей означает вот что. Что Он делает, что хочет и когда хочет. И таким образом, как Он только хочет. И мы ничего не можем сделать, чтобы остановить это. Думаете, это правда? Это не правда. Да, мы можем изменять это. Аминь. Мы можем изменять это через молитву. Мы можем вносить изменения. Хорошо. Хорошо. Я надеялся, что хоть кто-то ответит. Аллилуйя. Господь работает в многих ситуациях. Бог помогает нам выходить из определенных ситуаций. Иногда мы не слушаемся Его. И мы не слушаемся Его. Как результат, мы попадаем в определенные обстоятельства, из которых только Он нас и достает. И да, это не было Его волей, чтобы мы попали в эти обстоятельства и ситуации. Но так как мы там, Он проявляет Свою любовь, вытаскивая нас оттуда, потому что у Него другая воля для нас. Я видел на машине наклейку такую. Господь в контроле над всем. И когда я разговаривал с наркоманами, они мне тоже говорили, Бог в контроле всего. Да, я верю, что Бог все контролирует. Контролирует все то, что мы посвящаем и отдаем Ему. Вот там Он будет контролировать. Но сначала вам необходимо это посвятить, отдать Ему. И в определенном образе Он дал нам немного независимости нам самим, чтобы мы могли тоже выбирать. Суверенностью. А что бы вы не посеяли, то вы и пожнете. Если я зол на свою жену, она в ответ, скорее всего, тоже разозлится на меня. Что бы вы не посеяли, то вы и будете пожинать. И это процесс с самого начала. И Он говорит, что если земля здесь, то будет здесь. И этот процесс начался с самого начала. Он написан в Библии. И написано, что сколько будет существовать земля, столько и будет длиться этот процесс. Итак, Бог хочет использовать человека. И это то, с чего мы начнем наш следующий час. Мы увидим в Писании с самого начала, что Бог хочет использовать вас. И я хочу заключить этот урок. Люди всегда ищут какие-то новые методы. А Бог ищет всегда хорошего человека. Потому что человек, мужчина или женщина, это и есть Божий метод. Аминь? Аминь. 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 Аминь.